Я думаю, что мы и не такое еще увидим на этой планете. Я когда-то вообще думал, что процентной ставки вообще не будут ниже нуля ни в одной стране. И меньше всего я ожидал, что это будет в Швейцарии. Так что здесь нужно просто быть готовым. Произвести можно все что угодно. Уровни поддержки. Относительно дельты совместите с уровнями по ликвидности. Наиболее таки ликвидные участки с этой дельтой будут приемлемыми. Приемлемыми и для мониторинга, и для использования в качестве поддержки, ну и ориентированных уровней. Ну, в общем, как видите, по стакану не особо у них пока удается расширить. Хотя ликвидность до 79 стоит. Прям так просится пропустить у нас, пожалуйста, наверх. Выделим спекулятивные уровни, которые на этой неделе СНП умудрился нам оставить следы крупных участников. По 65, по 59, даже можно взять 58 с половиной. Это ядро недели. Оно как раз сформировано фактически, ну, чуть-чуть среда не дотянуло. Так было бы 4 сессии, даже 5. В понедельник, вторник, кусочек среды, четверг и даже Европа с пятницы ушли. Вполне заслуженно этот уровень. Берем в качестве ядра недели. 55, по 51, реверсивный такой массив. Соответственно, неделя у нас получается с нулевым КПД, где открылись, там и закрываются. Реверсивная часть во вторник и среда уже до завершила начатая. Поэтому 21, 21, 25, и еще бы я отметил такой уровень, как 48, это, конечно, крайний массив на реверсивной модели, 46, 48. Вот здесь как раз утром на Штатах они все дело провернули, не забыв сбросить лишних всех участников, проверить их прочность с топорей. Итак, WP, средневзвешенная цена в районе 60, 59. И это как экватор. Собственно, пока будет болтаться выше, еще есть у байеров надежды. Уйдут ниже 21, 60, 21, 59, соответственно, ниже WP. Тут уже будут смотреть на активность вот этих двух поддержек. Думается мне, что все-таки попробуют они пойти выше, почему бы и нет, под такую новость в Британии. Там сейчас, я думаю, мало на какие индикаторы смотрят и индексы, кроме печатных станков. Наверное, скоро даже появится такой индекс. Сколько оборотов в минуту на печатном станке в каждой стране находится. Вот, значит, если не удастся им пройти 77, 8 и вот эти массивы будут выше закрытия пятницы, соответственно, попробуйте в качестве сопротивления. Объем там, в принципе, есть небольшой. Вот, и он, его брусли как раз не на закрытие, на открытие штатов, поэтому вполне интересный уровень. Это если закроется ниже этого диапазона. Если будут закрываться выше этого коридора, то можно даже пробовать, щупать, хотя не стоит, конечно, но на поддержку почему бы и нет. Спекулятивная. FESX. Лишь бы не было войны, да. И вот наш европейский индекс. Не такой смелый, конечно, как S&P, но идет как раз, возвращается в ядро текущего контракта. Как раз вот 78, 79. Выделим коридор. Будут удерживать выше этого коридора, даже выше 60-е, в принципе, вполне могут рвануть на 3000, то и может выше. Тут есть куда идти, и вот этот уровень, на всякий случай, нужно запамятовать. Сейчас мы его поймаем тут. Вот такой он, 30-28. Так что возьмите в качестве возможного сопротивления, уже даже раз тестировали. Вот. Кто использует технический анализ, его классические элементы, еще раз напомню, есть для этого инструменты для того, чтобы очень быстро и легко добавить недостающие элементы. Вот. Соответственно, можно их подписать, и они вот с графиком так и остаются. Так, ну, вот эти массивы на 29, 10, 29. Обязательно возьмем в качестве поддержки. Промежуточный 2-го ранга 29, 27. Вот здесь массивность 4. Ну, и ядро вот как раз почти прошли. Посмотрим, как в понедельник будет продолжаться активность. В принципе, в принципе, для индекса на этой неделе новости были все хорошие, подходящие для такого движения. В общем, вполне вероятно, что попробуют. Почему бы и нет. DAX. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, это я не то включил. Надо его отключить. Так, на DAXе движения даже выбросили немножко объема. Ядро консолидируется на 220, 260. тут у нас две сессии умудрились стоять на месте. Вернее, да, ядро недели. И 20, 40, примерно 20, 39. Это средневзвешенное. В принципе, почти нулевое КПД открылись здесь, поэтому основные уровни сопротивления фактически пятница уже закрыла. То есть, они прошли этот уровень. Здесь была Европа, там объемов поменьше, поэтому движение наверх будет уже намного спокойнее и менее сложностей с такими объемами справиться. Значит, на DAXе по общей картине они также зашли в важный массив, ну, ядро одно из важных диапазонов. Тут плотненько пять сессий простояли, жестко сбросили, очень жестко. Собственно, как и в ту и в ту сторону. И теперь торгуют 352-ю. Ну, собственно, опять же, понедельник держится выше этого уровня. Вполне могут тикать дальше. Уровни поддержки тут прям видно невооруженным взглядом. 115-170 четко и загрузили, и отработали даже классически. И до загрузки на 20-40. Вот как раз там, где ядро недели формируется. сейчас. Ликвидность идет ровная-ровная. Такое ощущение, что на рынке DAX остались одни алгоритмы сведения там маркетмейкеров. Живой силы там практически нет. Буквально там чуть-чуть проскакивает прям под линейку. Кстати, на многих рынках такая вот беда. Автоматика одна осталась на рынке, и вот поэтому там ничего не особо не меняется по ликвидности. Так, класс, профайл. Это у нас РТС. на РТС здесь веселее на самом деле идет контракт. Вот последние две недели даже потихонечку набирают оборотики. причем с каждой сессии все больше и больше. Единственное, вот пятница подкачала, ну, ей простительно. Перед выходными особо так рисковать, но в выходные в такие контракты не есть хорошо. Тут недельку, тут, здесь, и еще в общем месяц уже возле 90-91 простояли. Поддержка в районе 89 себя показала, они защитили этот уровень, причем даже с объемочком. В принципе, были неплохие признаки. Значит, сопротивление возможное на 95, 150, 850. Это вот 4 сессии. Максимум тут сопротивление номер 1 до загрузка 94. Сейчас более точно поставлю. 400 по 800. Тут не 4, но 2 сессии, но я думаю, что он тоже будет бодаться. 2 дня неплохого роста и вот флэт прямо на самой-самой вершинке этой небольшой динамики. Вышли за массив, фактически тут осталось буквально чуть-чуть до 94. корректировка. уровня ядра четверга в принципе будет оптимальный даже скажем, хороший сценарий, если будет защищать 92. вторую и на поддержку посмотрим сейчас по открытому интересу ситуация. Отлично, смотрите, тут как раз три сессии с 500 и уже 545 в пятницу причем. открывали уже с 28 числа вот здесь тут немножко вот похоже, что сбрасывали стопы вот и дальше продолжается все как положено и две сессии по 24 и 30 соответственно на покупку. Открытый интерес дает добро Дельта тоже в принципе на стороне байеров посмотрим как они себя будут вести эти уровни мы сейчас их еще и зафиксируем. 92.300 по 91.900 это у нас как раз четверг среда активность быков и 90.40 по 98.000 объединил но в такие неплотные конечно массивы но и есть. И вот активность на 93 причем стоят так уверенно плотно такое ощущение что там байеры спокойно контролируют любое движение РТС какие бы не появились селеры вон даже 125 тонн есть на 93 500 74 на 93 скинули вот поэтому дельта нулевая то есть те кто фиксирует покупки они в принципе перекрываются новыми сделками значит следим за 93 ну и собственно 500 тут 125 тонн объем бросили ближайший уровень поддержки который вероятнее всего будут пробовать тестировать это 91 992 300 рубль